Будильник по утрам, пение птиц и проезжающие мимо машины. А теперь представьте, что у всего мира вдруг выключили звук. Изъясняться с продавцом в магазине или прохожим на улице стало сложнее, а чтобы найти общий язык, придется слышать глазами. Это обычный день в мире тех, кто привык к тишине. В честь Международной недели глухих Одесская школа жестовых языков организовала экскурсию для особенных детей. Ну а мы вместе с ними попытались посмотреть на этот мир под другим углом. Такого плана экскурсия, это первый раз. Вот для недели глухих мы узнали, искали какую-нибудь экскурсию, нас нашли и вот мы с удовольствием сюда приехали. Помочь людям изучать жестовый язык Катя решила еще в школьные годы. Тогда, познакомившись со слабослышащим человеком, она поняла, помимо препятствий с общением, очевидных трудностей гораздо больше. Деятельность школы направлена на обучение волонтеров, которые хотели бы понимать беззвучный мир. Некоторые выпускники школы остались помогать этой инициативе, чтобы открывать глухим звуки с помощью интерактивных мероприятий. Например, экскурсия в Музей интересной науки в честь Международной недели людей с нарушениями слуха. В честь этой недели мы стараемся максимально больше мероприятий сделать для глухих, чтобы это была доступная информация, чтобы объединить два мира – глухих и слышащих. В мире глухих все глухие друг друга знают в основном. То есть это как большая такая семья, комьюнити. В Одесской области зарегистрировано около трех тысяч человек с нарушениями слуха. Ежедневно они сталкиваются с проблемой непонимания. Мало кто из слышащих знает жестовый язык, потому часто приходится изъясняться, играя в пантомиму или с помощью текста, напечатанного в заметках телефона. Для глухих этот мир закрыт, им трудно получить образование или устроиться на работу. Глухим тяжело коммуницировать с людьми и тяжело то, что многие говорящие люди не считают глухих за людей. То есть они считают общество глухих отставыми и как бы не воспринимают по… ну как людей. И вот из-за того, что сейчас карантин и все в масках ходят, то глухие не могут даже почитать по губам, что людям им говорят. Пока у школы нет физического адреса, но курсы легко найти в социальных сетях. Это первый в Одессе социальный проект для создания безбарьерной среды для людей с проблемами слуха. Руководитель курсов рассказывает, язык можно выучить всего за два месяца. Ежегодно к школе присоединяются десятки желающих узнать, что находится по ту сторону шумного современного мира. Потому тем, кто живет в тишине, получить допуск к режиму со звуком становится немного проще. Татьяна Борумбей, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Татьяна Борумбей, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».